Об обострении ситуации в Карабахе в своем аналитическом обзоре расскажет моя коллега Анастасия Панарина. Анастасия, вам слово, пожалуйста. Благодарю, Олег. 3 августа мрачилась очередным обострением ситуации в Карабахе. Согласно утреннему сообщению Министерства обороны Азербайджана, в результате обстрелов со стороны армянских незаконных вооруженных формирований был убит солдат Анарки Азымов. МИД Азербайджана обозначил инцидент как грубое нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, возложив ответственность за его последствия на военно-политическое руководство Армении. На этом непростом фоне еще больше накалило обстановку заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Он заявил, что предполагаемое требование официального Баку об организации движения по другому маршруту вместо Лачинского коридора непромомерно. По словам Григоряна, согласованного плана альтернативного маршрута, как это прописано в трехстороннем заявлении, на данный момент нет. В любом случае Армения не давала согласия на какой-либо план, поэтому требования Азербайджана непромомерны, считать секретарь армянского сабвеза. В трехстороннем заявлении говорится буквально следующее. В течение трех лет будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Карабахом и Арменией с последующей преддислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Учитывая то, что Лачинский район является международно признанной территорией Азербайджана, логично, что определение маршрута новой дороги по своей собственной территории исключительно прерогатива официального Баку. То есть согласие или не согласие Армении в этом вопросе никакой роли не играет. Более того, выражение в течение трех лет может означать и за полтора года. Собственно, так Азербайджан и поступил, построив для армянского населения новую дорогу за свои бюджетные средства. Между тем, Лачинская дорога продолжает функционировать, в то время как с территории Карабаха так и не были выведены армянские вооруженные формирования. Хотя это должно было быть сделано параллельно с развертыванием российских миротворческих сил. То, что армянские бандформирования все еще находятся в Карабахском регионе Азербайджана, в своем недавнем интервью официально подтвердил тот же Армен Григорян. Таким образом, позиция Еревана с дипломатической точки зрения довольно неоднозначна. А заявление Армена Григоряна лишь способствует дальнейшей эскалации. Впрочем, подобная риторика, к сожалению, не спадает с уст официальных представителей правительства Армении. У меня на этом все. Олег. Спасибо, Анастасия. Анастасия Панерина об обострении ситуации в Карабахе. Анастасия Панерина об обострении ситуации.